Арбалет. Ах, она в клочья разлетается. А-а-а. Со вторым подельным колором, Саша. Балбес, ты заметила? Заметила. Здравствуйте, в этом выпуске молодежки мы поиграем еще в одну игру, которую можно спокойно поиграть дома, имея при себе листок и ручку. Игра называется Лабиринт. В этой игре нужно пройти по лабиринту, найти клад и вынести его за пределы лабиринта. Таким образом, ты выигрываешь игру. Кто сделал первый, тот и победил. Вход можно сделать одной из двух действий. Либо пройти в одну из сторон, либо использовать гранату. Есть граната для того, чтобы можно было сломать перед собой стену. Но этих гранат всего три, поэтому нужно рационально ими распоряжаться. Здесь я буду рисовать лабиринт для Натальи. Здесь я буду сам ходить в лабиринте, который Наталья нарисовала для меня. Таким образом, мы будем проходить лабиринты друг друга. Кто первый вынес клад, тот победил. В лабиринте, помимо клада, есть еще два ложных клада, ненастоящих, две подделки. Узнать настоящий клад или подделка, можно только вынести его наружу, за пределы лабиринта. Когда ты выходишь из лабиринта, то соперник говорит, какой клад ты взял, настоящий или подделку. Вот, потом, и там еще есть три пары телепортов. Два телепорта под номером 1, два телепорта под номером 2 и, соответственно, также два телепорта под номером 3. Заходя в один телепорт под номером 1, ты автоматически телепортируешься во второй. Таким образом, можно перемещаться между разными частями лабиринта. В этом лабиринте еще располагаются такие вещи, как капкан. Если я наступаю на капкан, который поставила в лабиринте Наталья, в чем я не сомневаюсь нисколечки, соответственно, я пропускаю три хода. Если наступаешь на место, где стоит арбалет, соответственно, он в тебя выстреливает, ты начинаешь хромать и до конца игры соперник имеет плюс один ход. То есть, получается, я делаю один ход, соперник делает два хода. Если я подбираю костыль, то уже я делаю за свой ход два хода подряд. Если я подберу арбалет, а ты подберешь косты, соответственно, ты будешь делать целых три хода подряд, пока я буду делать один. Это уже очень неплохое преимущество. Обязательно нужно рисовать лабиринт так, чтобы можно было попасть в любую клетку лабиринта, не используя гранаты. Итак, три выхода, один клад, две подделки, арбалет, костыль и капкан. Поехали. Поехали. А телепорты в выходе могут быть? На выходе. На выходе? А как тогда выйдешь? Ты к клетке телепорта подойдешь и телепортируешься в другое место. Не, ну хотя теоретически я могу подойти в другой телепорт, такой же, и телепортироваться в эту точку и на следующий ход выйти. Каждый из нас выбирает сам, в какой точке лабиринта он хочет начать игру. Вот, допустим, я начну игру V5. Вот здесь. V15. V15. V15 перешла. Да, если она говорит мне, в какое место переходит, а между этими двумя точками находится стена, я говорю, что она попала в стену, и она остается на том же месте, но у себя, помечает, что там есть стена. Таким образом, она постепенно будет все более подробно обрисовывать лабиринт, который я для нее приготовил. А5. Стена. Вот, в стену попала. Остался, соответственно, на месте. Ударился больно. А15. Темно в лабиринте твоем, не видно ничего. А15. А15, второй телепорт, попадаешь в телепорт, и телепортируешься в точку К21. В самый угол. Д-21. Д-21. Выход. К-8. Прошел. Д-20. Д-20. Стена. Я вообще, на самом деле, тут немножечко... Схитрил. Не схитрил, а наоборот накосячил. Балда. Я только сейчас заметил. Так, К-7. Клад. Ох ты. Отлично. Теперь бы еще понять, куда ему нести. Что за клад? Д-21. 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 Клад. И-7. Д-21. Угу. В этом-то вот и косяк. Я клад рядом с выходом сделал. Балбес. Ты заметила? Заметила? Я потом только нарисовал такой клад. Потом такой, чего я не сделал? Ну, это же надо вот так вот. Балда, балдовая. Так, И-7. И-8 вернее. Я с кладом выхожу. Ага. И, естественно, он не настоящий. В этом мне повезло, что я сюда нарисовал подделку. Я так и знаю. В-16. Угу. Клад. Я подобрал костыль, соответственно, теперь я буду делать два хода подряд. В-18? Да. Я поздравляю, вы взяли костыль. Я даже рад за тебя, если честно. Хотя вроде бы невыгодно мне, я порадовался. Д-4. Арбалет. Ах, ах, ах. Либо я делаю один ход, а ты два, либо я делаю два, а ты три. А, ну давай, все, ты два, а ты три. А представляешь, если придумать какого-нибудь еще Минотавра в лабиринте, который... Или спасти кого-нибудь в лабиринте. Который, да, например, да. Подобрать арбалет, победить Минотавра арбалетом, найти ключ, ключом, потом найти клетку, ключом открыть клетку и вывести наружу. Это прям вообще будет как-то... А если ты наткнулся на Минотавра, но у тебя еще арбалета нету, ты его еще не нашел? Он тебя съел. И ты снова начинаешь снаружи. Ты не сказал бы только что придумали новую игру. Да и 21, и выходишь. И выхожу с кладом. И выходишь с кладом, и он не настоящий. Да, опять не настоящий. Опять не настоящий. Между В1 и В2 я вот эту стену взрываю. Взрываю. Просто она в клочья разлетается. Подскажите мне хотя бы немножечко в комментариях, где находится клад. А то я не могу найти ничего. Подскажи, в комментариях напишите, я потом прочитаю и выиграю. Договорились. Клад. Спасибо, что подсказали в комментариях. Так вы не написали, настоящий это или нет. Теперь идти и проверяй. Это и В3, и В4 стена? Я 18. Прошла. Ура! Ура! И выхожу. С кладом? Со вторым поддельным кладом, Саша. Я честно говорю. К17. Клад. Опа. Д16. Отлично, арбалет. Ж6. Капкан. Как так? Пройти весь лабиринт осталось 3 клетки. И вот именно клад на одной из этих трех клеток. Вот как так вот? Я выношу клад. Клад. А ты выносишь клад. Все. Ура! Поздравляю вас. Спасибо, Саша. С победой. А, кстати, у меня же еще осталось гранаты. У меня их две. Я взрываю ваш клад. У меня их две. Я взрываю ваш клад гранатой. Играйте, если вам понравилась. Очень интересная игра. Ее можно, как мы уже сказали, модернизировать. Можно дополнительные предметы туда уложить. Вместе же со своей семьей, с родственниками, с друзьями. Сидеть, играть в эту игру. И пытаться обогнать друг друга. Если много времени, можно сделать более широкий лабиринт. Спасибо, до свидания. Играйте, будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok